Милый папочка, я уезжаю на войну военным корреспондентом. В случае моей смерти прошу тебя завещать в духовной дочке моей Марьяне, сколько ты можешь. Горячо прошу тебя об этом. Конечно, ты знаешь, что это война, в которой погибнет цивилизация и настанет, наконец, новый прекрасный век. Обнимаю тебя, твой Алексей Толстой. И военную славой заплакал рожок. Наполняя тревогой сердца. Громыханье колес и охрипший свисток. Заглушили ура без конца. Конечно, ты знаешь, что это мировая война, в которой погибнет цивилизация и настанет, наконец, новый прекрасный век. Так писал в Самару отчиму 30-летний Алексей Толстой в августе 1914 года. Пройдут месяцы, и он увидит совсем другую войну, о которой расскажет в очерках с фронта. А Самара тем временем по-своему реагировала на происходящее. Потуже затягивала пояса и старалась не поддаваться панике. Вот здесь, в помещении биржи 2 августа, состоялось заседание особой комиссии по организации лазарета биржевого комитета для раненых и больных воинов. Здесь была избрана депутация для ведения переговоров с духовным ведомством об уступке здания бывшего духовного училища для организации лазарета. Господин Чемодуров изъявил желание бесплатно предоставить свой дом для размещения в нем нескольких десятков кроватей для раненых воинов. А господину Башкирову было поручено позаботиться о приобретении потребного количества кроватей и белья на три смены. С благодарностью были приняты предложения врачей Галишевского об организации лазарета и о заведовании им до отъезда на войну и Арестова о найме лазаретной прислуги и заведовании лазаретом во все время его существования до прекращения вкового. В этот же день членами биржевого комитета было собрано на лазарет 48 тысяч рублей. А вот предложение об организации помощи семьям запасных воинов и об открытии двух бесплатных столовых для членов семей запасных воинов на Петропавловской площади и в Новом Оренбурге решено было отложить до следующего заседания. Господа, господа, давайте не распыляться и решать вопросы по мере их поступления. А это Алексей Толстой и его Первая мировая. Москва осталась на западе, впереди, вдалеке возвышались красные здания метеорологической станции. Вокруг, сколько было видно, лежали изрытые поля картошки и железнодорожные пути. Направо, между болот и свалок, повсюду торчали неизвестно зачем поставленные высокие бетонные круглые колонны. По небу ползли тучи. На закате ветер усилился, шумя картошками и отгибая у лошади хвост. Я подъехал к небольшой станции. Пути, двор, запертые пакгаузы были пусты. В окне будки стрелочника сидела кошка, которая, увидев меня, стала возить лапой к стеклу. Это было первое живое существо, какое я встретил среди этого уныния. А вот какой увидел войну самарский писатель Иван Кондурушкин. В январе 1915 года он был призван в армию. В октябре произведен в младшие унтер-офицеры. В ноябре прапорщики. А в январе следующего, 1916 года, даже награжден орденом святого Станислава Третьей степени за отличную ревностную службу и особые успехи, проявленные в ходе текущей войны. А это он сам, его повесть, Ванька Острожник. Летним утром 1914 года, когда Ванька подметал пол в лавке, в нее вбежал белый как мука с газетой в руках приказчик Трифон. Германия объявила войну России. Ванька понял, что Трифон так спугался, потому что он был в запасе. Весь этот день Ванька присматривался к публике и в лавке, и на улице. И видел, что войну не все встречают одинаково. Кто-то огорчается, а кто-то и не очень. Город гудел. Шныряли толпы народа, мелькали газеты, раздавали листовки. Солдаты с песнями ходили по улицам. Офицеры звенели шпорами и саблями. А потом из деревень повалили запасные пыльные, желтые, обросшие бородами мужики за большими мешками и с плачущими бабами. В церквах попы заговорили проповеди. Читал Ванька газеты, и смутно становилось у него в голове. По газетам выходило, что весь народ кипит гневом. По адресу неприятеля. А потолкаешься на вокзале, и не видно никакого гнева. Только бабьи слезы да хмурые серые лица. И вновь слово Алексею Толстому. Около каждого вагона собирался кружок и велся оживленный разговор на чрезвычайно странном языке, который русский человек сразу усваивает в беседе с иностранцами. А картошка, картошка-то у вас есть? У нас здесь шибко много картошки. Да ты понимаешь, чего тебе говорят. Едят ее, вот лупят. Ну, понял он. Обращался рожеборотый усатый мужичок к слушателям. У них совсем как у нас. Ну, а пшеницу вы сеете? Сеет он еще, говорит, ерец. Это по-ихнему овес будет. Видишь, ногой топает. Лошади, говорят, его едят. Да ты смотри, он как есть наш брат. Хороший мужик, понятливый. Велели ему воевать, он и пошел. Служба, брат. В праздник пошел Ванька на пристань, где должны были отправлять запасных. Тысячная толпа залила с собой громадный пароход. Запасные сидели и на верхней, и на нижней палубе, и в первом, и во втором классах. И даже заняли некоторые каюты. Но никто не гнал их. Все разговаривали с ними вежливо и ласково. И даже капитан тихо проходил мимо них. Вот из каюты первого класса вышел какой-то господин с трехэтажным подбородком в жилете-пике с золотым перстнем на пальцы. Вытащив с кармана золотой парсигар, он предложил солдатам Курева. Берите, солдатики, не стесняйтесь, вы же наши защитники. И здесь же барынька раздавала запасным булочки. Кушайте, солдатики, кушайте, не стесняйтесь. Вот один запасной взял булочку и пробурчал себе под нос. Меня-то вы кормите, а семью мою кто кормить будет? Вот уеду я и забудут все. Неправда, сказала барынька. Мы вас любим, жалеем. Вы наши защитники. Ну вот, пароход прогудел три раза. Провожающих согнали с него. И он начал отчаливать. Уезжающие все столпились на одном борту. А здесь, на пристани, началось столпотворение. Дети визжали и ревели. Бабы голосили и кликали кликушами. Одна из них то билась ростоволосой головой, а пристань то поднимала кверху голову и выла. Матвеюшка, батюшка мой, Детушки мои милые, пропадаю. А пароход, между тем, спокойно шлепал колесами, грузно загребал воду и отходил все дальше и дальше. С него до берега едва доносились разухабистые, веселые песни отъезжающих. А здесь, на берегу, билась и криком кричала о своем кормильце ростоволосая баба. Стало совсем темно. Взошла луна. Обратно я двинулся другой дорогой, припоминая все увиденное и услышанное мной за день. Что-то какой худой, задирал пленного русский мужик. Не ел, видать, не кормят вашего брата. Ну ничего, на наших хлебах отъешься. Морда вот какая будет. Эш, смеяться. Понял. У нас тут воздух хороший, чистый. Хорошо тебе будет. У нас тоже хорошо, отвечает пленный. Своё хвалят, поясняет собеседник. Ну, хвали, хвали. Ну и народ, чистые звери, сказал мне мой извозчик, когда мы уезжали от пленных. А эндму австрийцу одному, я, признаться, пятачок дал. Такой увидел Первую мировую войну Алексей Толстой. А мы, между тем, возвращаемся в Самару 1914 года. Господин Самарский губернатор вечером 2 августа разъяснил, что на основании действующих законов все отставные офицеры состоят в ополчении. А именно, имеющие оберофицерские чины до 55 лет, штабсофицерские до 60 лет и генеральские до 65 лет. Врачи, ветеринары и фармацевты обязаны состоять в ополчении до 55 лет. В этот же день состоялось заседание трамвайной комиссии. Выяснилось, что в связи с мобилизацией рабочих и арестом немцев-монтеров некому подвешивать провода трамвая и соединять кабели на электрической станции. Было принято решение выписать за счет фирмы-монтеров из Москвы. Не обошлось в эти дни и без проколов. Так, газеты сообщили, что возле лабазов общества «Русь» по москотельному спуску ежедневно собираются орлянчики, к которым примыкают и солдаты. И здесь идет многочасовая игра. Причем на кон ставятся не только последние копейки, но и вещи, и форма, полученные для отправки на фронт. И что ты с этим прикажешь делать, никто не знал. Да, этого никто не знал. Как никто не знал и того, что пройдет еще несколько лет и больше не будет ни биржевого комитета с его кроватями для раненых воинов. Ни штаб-офицерских и обер-офицерских чинов, ни еще многого другого. Все будет совсем иначе. Ненадолго в памяти останется только июль 1914 года. Август и сентябрь. Но их вскоре закроют другие июли, сентябри и августы. Эта жалость ее заглушает пожар. Гром орудий и топот коней. Грусть ее застилает отравленный пар с галицийских кровавых полей. С вами был Михаил Перепелкин.